Всем привет, меня зовут Айбулат Абдулин, и я автор канала ЕГЭ без боли. Как вы наверняка уже догадались из названия, речь в этом видео пойдет о моем провале на тестировании МЦКО в формате профильного ЕГЭ по математике. На самом деле, с тестированием прошло уже около месяца, даже больше, и я с тех пор написал тестирование еще дважды и набрал таки свои полные 100 баллов, но все равно будет интересно разобрать те ошибки, которые я допустил, чтобы вы их не допускали. Тем более, что такое событие и начало года стали для меня вескими поводами возобновить деятельность на своем канале, и теперь видео будут выходить не только в формате скринкаста. Итак, поехали! Для начала покажу свои результаты на сайте МЦКО. Как видите, тестирование в формате ознакомительного тренинга ЕГЭ я прошел трижды, и уже получил результаты. Давайте посмотрим на них. Вот первый тест, здесь я набрал 26 баллов из 32 первичных, это 94 тестовых балла. Собственно, такой результат я показывал еще выпускаясь из школы, тогда я набрал именно 94 тестовых балла, но при этом потерял всего три первичных, то есть у меня было бы 29 из 32. Скала со временем стала лояльнее, поэтому сейчас 26 это тоже 94. МЦКО оценил мой уровень как высокий, а уровень выше 85 они считают экспертным. Здесь важно понимать, что 81, который вы видите на экране, это не тестовый балл ЕГЭ, а просто процент выполнения теста. Шкала перевода баллов ЕГЭ неравномерна, и 26 баллам сейчас соответствует 94 вторичных, то есть 94 тестовых. Так, далее второй тест. Он написан на 32 из 32, в общем здесь ничего интересного, поехали дальше смотреть. И вот третий тест. 90% выполнения с 29 первичными баллами. Это 99 тестовых баллов ЕГЭ, и ошибку допущенную в этом тесте я тоже разберу. И да, вы не ослышались, я допустил всего одну ошибку во второй части, но она стоила мне целых 3 первичных балла. Так бывает, таково ЕГЭ. Итак, давайте откроем детализацию, и что же мы видим? Ну, вроде все нормально, по одному баллу, это синенький, это то, что я получил, по одному баллу во всех задачах, кроме десятой задачи первой части. Да, я ошибся в первой части, и сейчас расскажу как. Задача была следующая, нужно было найти время движения и ответ записать в минутах. Обычно в таких задачах я поступаю следующим привычным мне образом, чего и вам советую. Я обычно читаю задачу, потом решаю ее, потом перечитываю вопрос и записываю ответ. Но тут я решил перестраховаться и решить задачу двумя способами. Тем самым нарушив привычный для себя ход действия. И потом, дважды получив ответ полтора, я твердой рукой записал его, не перечитав вопрос. Ну, потому что был уверен, я же двумя способами решил. Ну, и в общем, ответ полтора записываю, а в ответ нужно было внести 90. Вот так вот. Тут даже не совсем невнимательность, а какой-то эффект расфокусировки из-за того, что я нарушил привычку. Поехали дальше. Дальше все хорошо и есть потерянные баллы в 17, 18 и 19 задачи. В 19 вообще все плохо, там аж один из четырех всего лишь балл стоит. Давайте откроем бланки ответов и посмотрим каждую задачу внимательнее. Вот они, бланки. Где-то здесь 17 задача. Да. Задача была следующая. Нужно было найти наименьший M&N. Ну, собственно, такая стандартная достаточно задача. При которых первоначальные вложения как минимум удвоятся через два года и как минимум утроятся через четыре года. В ней отвратительный счет. И я дотошно считаю все эти десятичные дроби. Вот вы видите, здесь я посчитал, здесь посчитал. Все вроде хорошо и даже, в принципе, адекватные числа. Но я ошибаюсь в самый последний момент. То есть вот здесь вот должно было быть 8. А я записал 7. Ошибка в самом конце совершенно ни на что не влияющая. То есть это одна десятимиллионная. Ответ 2 от этого вообще никак не страдает. Но, естественно, эти педанты-эксперты проверили все мои вычисления и снизили балл за эту арифметическую ошибку. Ну, бывает. Смотрим дальше. Задача номер 18. А вот такое вот показательное уравнение с параметром. Сводится оно к квадратному уравнению. И это достаточно очевидно. И нужно найти значение параметра, при которых ровно один корень. Задача, но довольно простое аналитическое исследование. Но в пункте B второго случая, вот я рассматриваю случай, когда A единицы уравнения не сводятся к квадратному на самом деле. Или потом второй случай, когда A не единица. Дальше я его рассматриваю, рассматриваю. И говорю, что либо у меня дискриминант нулевой и корень единственный, при этом он должен быть положительным. Тогда у исходного уравнения будет один положительный корень. Или, говорю я, дискриминант положительный и корни разного знака. То есть вот я записываю, что произведение корней должно быть меньше нуля, чтобы корни были разного знака. Это совершенно верно. Но я выпускаю тот нюанс, что если у квадратного уравнения два корня, один из которых положителен, а другой ноль, то у показательного тоже единственный корень. Ну, в общем-то, крайние случаи всегда были лично моим слабым местом. Поэтому будьте внимательнее, вы в этом месте не попадаетесь. И, наконец, задача номер 19. Была она о геометрической прогрессии. Здесь нужно было ответить на вопрос, может ли там быть три члена геометрической прогрессии, если 4500 делится на произведение всех чисел, записанных там на доске. Я эту задачу просто недооценил. Я почему-то посчитал очевидным, что знаменатель прогрессии должен быть тоже натуральным и доказал задачу проще, чем нужно было. В общем, думаю, опыт решения 19 задач вас убережет от таких ошибок. Нужно просто их больше решать и понимать, в чем нюансы. Я тут просто привык к тому, что 19 задачи уже стали проще и посчитал, что она слишком проста. А на самом деле, естественно, здесь не очевидно, что вообще-то еще знаменатель прогрессии может быть и просто рациональным, а не обязательно целым. Теперь задача 18 другого варианта. Итак, нет спецификации. Ну, в общем-то, я хочу показать, ладно, в спецификациях, что я именно 18 задачу потерял. Три балла. Дам. И теперь бланки ответов. Итак, здесь 18 задача была следующая. Было дано уравнение, систему уравнений. Нужно найти значение параметра, при которых такая система имеет ровно 4 различных решения. Ну, я, конечно же, говорю, что не хочу возиться с четвертой степени до геометрической интерпретации системы, подавайте мне, поэтому делаю замену x² равно t. И с новой переменной системы должны иметь два различных решения с положительным t, чтобы исходная система имела 4 решения. Далее простая задача, при каких значениях параметра прямая, t плюс y равно модуль 3а минус 5, и окружность t² плюс y² равно a², пересекаются дважды, причем абсциссы точек пересечения положительны. И решая эту задачу, я почему-то считаю, что радиус окружности равен корню из 2, когда очевидно, что он равен модулю a. Не знаю, что это было и почему я так ошибся, возможно, потому что время поджимало, и мне нужно было еще дорешать задачу 16b, но случился такой вот странный спазм мозга. Да и ответ у меня получился красивый, что добавило мне убежденности в его корректности. В итоге щедрые эксперты поставили 1 балл из 4, видимо, за то, что в свою задачу к исследованию взаимного расположения прямой окружности есть такой пункт в критериях. Смотрите, поэтому даже если вдруг вы не знаете, как решать задачу, но видите, что там какая-то окружность, какая-то прямая, вас этому научили, да, то хотя бы напишите, что это окружность и прямая, или окружность и окружность, или еще какие-то линии, хотя бы запишите это и нарисуйте чертеж, и тогда, возможно, вы хотя бы 1 балл получите за то, что свели задачу к верному исследованию взаимного расположения каких-то там правильных кривых. В результате. Будьте внимательнее, заводите верные привычки. Обязательно перечитывайте вопрос, прежде чем ответить на него. У меня уходило максимум полтора часа на то, чтобы пререшать, действительно пререшать все задачи и понять, что я все здесь теперь знаю и могу, в принципе, как-то оформить. Но, тем не менее, этого иногда не хватало для того, чтобы весь экзамен четко записать, потому что оставившиеся 2,5 часов могло быть недостаточно для того, чтобы верно оформить задачи так, чтобы не придрались. Поэтому очень важно тренироваться в оформлении. Поэтому, как я сказал, пишите как можно больше пробников. Всем успех! И да, минутка рекламы напоследок. Если вы живете в Москве, у вас есть прекрасная возможность готовиться к ЕГЭ со мной, и я веду занятия на своих курсах в районе станции метро Баманска. Пишите мне в ЛС ВКонтакте или на e-mail. Ссылку я оставлю в описании. Ах да, и еще одно, простите, я просто неопытный блогер. Ставь лайк, подписывайся на канал. Ну и вот это вот все. Теперь уж точно пока!